Здравствуйте! Это программа «Новости Дагестана». Я Фатима Буталибова и коротко о главных темах. Дефицита значимых товаров не наблюдается. Вопросы продовольственной безопасности региона обсудили на заседании Совбеза Дагестана. Мусор под землей. В Дербенте приступили к установке подземных контейнеров для бытовых отходов. Крымская весна. Более 350 человек приняли участие в квесте на площадке музея «Россия. Моя история». В республике имеются достаточные запасы продовольствия и дефицита наиболее значимых товаров не наблюдается. Обеспечение экономической и продовольственной безопасности в условиях международных санкций стало одной из ключевых тем на заседании Совбеза Дагестана под руководством Сергея Меликова. Напомним, в целях своевременного реагирования и принятия мер по недопущению ухудшения экономической ситуации в регионе действует оперативный штаб по вопросам устойчивости развития экономики с учетом внешних факторов. В настоящее время проводится комплекс мер по поддержке предприятий республики, продукция которых позволяет произвести импортозамещение. Кроме того, подготовлены предложения и по поддержке сельхозпроизводителей. Горные районы Дагестана в снежном плену. В Бештинском участке сошла лавина на 106-м километре автомобильной дороги Гунибское шоссе в Антляшевский перевал. Ведутся работы по расчистке снега. Такая же ситуация в Цунтинском, Рутульском, Тляратинском и Ахтынском районах. МЧС Республики настоятельно рекомендует жителям региона воздержаться от дальних поездок. От походов на лавиноопасные участки быть бдительными и осторожными. В селе Чапаево Кумтаркалинского района было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением брюшной полости. Полицейские выехали на место и в ходе оперативных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался местный житель. Всего слов, во время распития спиртных напитков между ним и погибшим произошла ссора, переросшая в драку. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Сидели с братом. Брат пришел в гости бутылкой, утки. Сидели, пили. Выпили, получили замечание. Я вызывал, конфликт получился. Подрались. Входи, драки. Не мог с ним. Успокоить его. Домой отправил. Ударил его ножом один раз. После чего он ушел. В последующем что происходило? Вы как узнали о его смерти? Порезался и обработал. И лег спать. Потом утром поскучались с полицейским. Он в предыдущем спал. Когда вы нанесли удар ножом, вы не пытались ему оказать помощь? Он просто после этого ушел. Я посмотрел на него. Он сам ушел. Закрыл ворота и ушел. 30 тонн для промышленного рыболовства. В Дагестане утвердили объем вылова кутума на текущий год. Заседание комиссии по регулированию добычи прошло под руководством председателя правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова. По мнению специалиста, вылов кутума должен осуществляться только в рекомендованном объеме и в строго установленное время. А у нас есть регламент, который идет с 21 февраля по 15 апреля, плюс добавка по киньке и селедке. Потом идет перерыв по 21 июня. Потом открывается лов кефали. И с 1 сентября открывается осенний лов по 31 декабря. Для этого полные люди должны заработать в лаборатории промышленности, в лаборатории гидробиологии, в секторе молочной диагностики, в секторе естественного воспроизводства. Мы должны четко понимать, как указанный код на добычу рыб управляет на запасе биологических ресурсов в нашем регионе. Однако, также мы понимаем, что вылов рыбы необходим для обеспечения населения республики и осуществления предпринимательской деятельности. В приближных районах Дагестана складывается негативная ситуация по вылову рыбы. Мы понимаем, что основным видом деятельности жителей приближных населениях пунктов является рыболовство. Рыбаки обеспечивают жители республики рыбы, а также за счет рыболовства содержат свои семьи. В этих средствах нам необходимо принять правильное решение, которое не навредит ни предпринимательным, ни запасам рыбы. 87 миллионов рублей на ремонт 13 дворовых и двух общественных территорий. В Каспийске началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект реализуется в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина и предусматривает комплексное развитие современной городской инфраструктуры. Ремонтные работы начаты в соответствии с план графика. Их завершение запланировано на 1 сентября. Мы находимся в адворовых территориях из района 29, которые благоустраиваются в рамках этого проекта, где предусмотрены следующие виды работы. Установка асфальтного покрытия, установка бордюра, установка детской площадки с ударопоглашающим покрытием, то есть резиновое покрытие, установка скамеек, урн и освещение. На данный момент выполняется демонтаж работы, демонтажные работы. И ведутся работы по установке бордюра. Работа в каждом этапе согласована с управляющей компанией и с собственниками помещения многоквартирного дома. А вот работы по реконструкции улицы Каркмасова будут завершены в срок. В данный момент представители подрядной организации обновляют плиточное покрытие на расширенных тротуарах. Все слаботочные сети на участке реконструкции перенесены в подземную кабельную канализацию. Напомним, реализация одного из самых масштабных проектов была начата в конце прошлого года. Заключительным этапом, согласно плану реконструкции, станет установка урн, скамеек и высадка 250 крупномерных деревьев. До конца месяца мы планируем завершить полностью укладку тротуарной плитки и приступить к установке малых архитектурных форм. В принципе, основные работы у нас практически завершены. Переложено все электрическое оборудование, кабельное исполнение под землю. Также продолжается демонтаж старых опор. Уличное освещение меняется на новые. В процессе работ мы постарались сохранить все зеленые насаждения, расположенные на данной улице, так как это было прямое поручение главы города. В данном проекте мы предусмотрели установку лотков для отвода дождевых вод на тротуарной зоне для комфорта пешеходов во время выпадения осадков, дождей и всего остального. И в продолжение городских новостей. В текущем году отремонтируют и Махачкалинский пляж. Акцент при ремонте будет сделан на комплексное благоустройство, сообщили в мэрии. В порядок приведут не только единичные участки, а всю территорию. Помимо обновленной тротуарной плитки, здесь появится несколько солнцезащитных навесов, скамейки, установят дополнительные урны и освещение. Буквально в ближайшее время, уже после определения подрядной организации, мы приступим к работе, чтобы успеть в летний сезон, в купальный сезон, завершить именно на этом объекте, в первую очередь, все работы для удобства горожан и туристов, приезжающих к нам в гости. Система подземного сбора бытовых отходов установлена в Дзербенте. Напомним, что это первые в Дагестане подземные мусорные контейнеры. Глава города Рустамбек Пермагометов ознакомился с принципом их работы. Проект реализован на улице Площадь Свободы. В настоящее время установлены две такие площадки. Тему продолжит Асиль Манапова. Ну, на дачу сплоя, видите, горит зелененьким, это означает, что можно им пользоваться. Подошел и бросил. Пошел, бросил мусор. На урнах установлены датчики слежения за наполняемостью. Если контейнер будет заполнен, световая и голосовая системы дадут оповещение. Также в механизме предусмотрена система водоотведения и пожаротушения. К примеру, если кто-то выбросит в урну непотушенную сигарету, возгорания не будет. Получается, дым когда идет, просто он взрывается. И если вот в этой полосе, то вот эта взрывается, и там все в дыму будет. Пока в Дербенте установлены две такие подземные мусорные площадки. На поверхности имеются четыре мусороприемника. В свою очередь, контейнеры расположены на платформе с гидравлическим подъемным механизмом, который опускается и поднимается дистанционно. Открыть крышку урны можно рукой, либо нажатием ноги на педаль, после чего пакет с мусором попадает в урны под землей. У подземные урны сейчас это прям нотка такая времени. Много где их ставят. Они очень практичные. Мусор получается по улице, по площадям не разлетается. Складывается в контейнер. Система очень надежная. Для обслуживания тоже надежная. Если покажет себя с хорошей стороны, то начать с центральных улиц, центральных частей города и дальше уже по всему городу. Для функционирования этих площадок не нужно никакого специального транспорта. Самые обычные мусоровозы вполне справятся. Площадка, она в первую очередь эстетический вид создает. Замечательный, прекрасный, красивый. Во-вторых, в плане санитарного состояния, она гораздо лучше себя проявляет, чем обычная площадка. То есть у нас уходит проблема с разлетом мусора, с живностью всякими, например, с теми же самыми коровами, которые у нас ковыряют мусорки. Или же там собаки залезают. Все это уходит. Уходит запах. Этих проблем у нас уже не будет. Ветер, например, когда этот мусор разбрасывал, бывает такое. Этого нет. Месяца два-три мусорные контейнеры будут тестировать, чтобы понять, нужно ли внести какие-нибудь коррективы в их работе. Ну а затем их будут устанавливать и на других улицах города. Асель Монапова, Мурат Бегварсов, новости ННТ, Дербент. Более 350 школьников и студентов приняли участие в квесте «Крымская весна». Исторический парк «Россия. Моя история» в Мачкале разделили на шесть условных станций. На каждое из них тематическое задание, требующее хороших знаний истории. Интеллектуальная игра помогла не только вспомнить историю, но и стала хорошим командным соревнованием. Мероприятие было приурочено к очередной дате присоединения Республики Крым и Севастополя к Российской Федерации. Сегодня здесь пришли принять участие активисты из разных учебных заведений города Махачкалы. Юно-армейцы, волонтеры Победы, российские движения школьников, обычные школьники, студенты. Все заинтересованы. Такие молодожные и исторические квесты необходимы для наших детей и молодожи, чтобы они получали интересный формат и историю, связанную с Российской Федерацией. А сейчас краткий обзор новостей от Хамзы Нурмагомедова в рубрике «Дайджест». 140 доз синтетического наркотика «Мефедрон» изъяли у двух жительниц Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. На улице Пригородная правоохранители остановили автомобиль с двумя молодыми девушками. На требования предъявить документы водитель повела себя подозрительно. При досмотре в салоне машины полицейские обнаружили полимерные свертки с порошкообразным содержанием белого цвета. В багажном отделении были найдены зип-пакеты и скотч для расфасовки. Сотрудники ФСБ задержали четверых сотрудников ППС за подкинутое дело о наркотиках. Установлено, что они причастны к фальсификации материалов уголовного дела в отношении жительницы Махачкалы. В частности, они угрожали потерпевшие применить насилие и привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотического средства мефедрон. В случае ее отказа признать незаконное хранение другого наркотика – каннабис. Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств, превышении полномочий и незаконном обороте наркотиков. Трое из подозреваемых заключены под стражу на два месяца. За два месяца приставы Дагестана наложили аресты на 90 машин. С начала 2022 года республиканские приставы наложили аресты на имущество должников, в том числе и на 90 автотранспортных средств. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они усиливают взаимодействие с органами дорожной инспекции и проводят повсеместные рейды. За два месяца уже проведено более 130 таких рейдов, в рамках которых взыскано свыше 15 миллионов рублей. Экс-главу Цунтинского района Шамиля Магомедова приговорили к семи годам условно за взятку. Следствие считало, что Магомедов, будучи главой района, требовал от коммерческих организаций, проводящих ремонтные работы в муниципальных школах, откат в размере 1 250 000 рублей. Магомедов был задержан при получении взятки. Специалисты республиканской клинической больницы спасли пациентку с гигантской грыжей, панкреатитом и неработающими почками. В отделение хирургии поступила жительница Левашинского района с желчнокаменной болезнью, которая и стала причиной осложнения. Мало того, до госпитализации в РКБ пациентка уже перенесла резекцию желудка из-за язвенной болезни органа и еще две операции на правой почке из-за поликистоза. Однако осложнялась ситуация тем, что вторая и единственная почка не выполняла свои функции и женщина через день проходила процедуру гемодиализа. Мы немножко попали в патовую ситуацию, когда нужно было заняться гигантской грыжей, которая у него была в области послеоперационного рубца в правой боковой области. Нужно было удалять желчный пузырь, потому что в последующем бы это провоцировало все новые и новые приступы панкреатита. Следует отметить, что ранее оперативное лечение больной в оперативном лечении было отказано. Больная несколько раз обращалась в различные клиники, однако из-за гемодиализа проведение наркоза вызывало какие-то сложности у врачей. Нам было некуда деваться, поэтому мы работаем с такими трудными случаями. И, собственно, опыт проведения таких операций у нас есть. Бригады специалистов отделения удалили желчный пузырь пациентки через небольшие проколы без разрезов передней брюшной стенки. Плюсы такой методики – точное выполнение операции благодаря использованию в виде эндоскопической системы. Далее хирурги удалили послеоперационную грыжу гигантских размеров, провели пластику брюшной стенки с переходом на поясничную область. Операции прошли успешно. Я чувствую хорошо. Я очень благодарна. Даяла им здоровье, счастье. Вот такие врачи здесь. Руки золотые. Золотые медали на международных и всероссийских турнирах по тхэквондо и тяжелой атлетике. Достижения дагестанских спортсменов в феврале и марте отметили в Минспорта. Руководители федерации и тренеры рассказали о последних успехах своих подопечных. Так тяжелоатлеты подвели итоги выступления на Кубке и Первенстве России. В своих возрастных группах триумфаторами становились Исмаил Гаджибеков и Бувайсар Белиев. А четверо тхэквондистов были вне конкуренции на рейтинговом турнире в Албании, где заработали путевки на континентальные соревнования. Глава ведомства Сажит Сажидов поздравил спортсменов и отметил значительную динамику в развитии видов спорта. Два золота и одна бронза. С таким результатом дагестанские борцы классики завершили выступление на Первенстве России. Турнир среди юношей до 18 лет проходил в городе Октябрьской республики Башкирия. На высшую ступень педестала поднялись Гусейн Гашимов в категории до 55 килограммов и Абдурахман Абдулкадиров в весе до 65 килограммов. Бронзовым медалистом соревнований в категории до 45 килограммов стал Сайпулагаджи Магомедов. А на сегодня у нас все. Я напоминаю, что смотрите наши новости вы можете также в социальной сети ВКонтакте и Яндекс.Зен. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин